Всем привет! Доброе утро! Мы идем в школу. Первый день занятия у нас. Как тебе рюкзаком? Нормально? Настроение как? Нормально. Да. Когда у нас в России Милена шла первый день в школу, у нее было настроение не очень. Ой, туча такая вообще. Боишь, тут сейчас дождь пойдет. Давайте идти домой, наверное, я пойду. Не, я тебя отведу. Если что, у меня капюшон есть, я так и дену. Волнуется за меня. Видите, ребята. Милена пришла со школы, я ее забрала. Но у нее со школы только положительные эмоции, насколько я поняла. Она сказала, день прошел хорошо, спокойно. Она сказала, что она все писала. Она говорит, писала как могла, старалась. Но я тетрадки еще не смотрела. Но я и верю. А завтра во сколько в школу? К одиннадцати. О, к одиннадцати. Нормально. И, ну, у них получается как бы вторая смена, насколько я поняла. И на обед им давали... Я позвонила сегодня в столовую. Сказала, что Милена Романюк там от 4 до класса, она будет обедать. Сколько нужно там доплатить, потому что с марта еще осталось. И... Милена показывает. Ух ты! Очень красиво. Молодец. Это какой? Это техника. Техника. Смотрите, какая молодец. Видите? Очень красиво ты написала. Умница. И просто там есть номер счета, куда мне нужно будет оплатить за обед. И все. То есть особо делать мне ничего не нужно. Ее покормили с этого дня на целый месяц. И вот мне нужно будет оплатить счет. На обед был суп. И был на обед арбуз. Суп она сказала половину съела. О, это польский, да? О, польский. Смотрите, как пишет. Видите? Нет, это... Это пшерода. А, точно. Тетрадь с кактусом у нас. Видите? Пшерода. А почему первая страничка пропущена у тебя и там, и там? Нарисовать. Потому что Паня сказала нам, что страничку надо пропустить. И нарисовать, что у вас ассоциировано с природой. Вот, с природой. Город. Ну, я еще не допустила. Ну, ладно. Все, больше ничего не писали? Так, тетрадки тут? А, вот. Ну, тут еще. Это польский снегритик. Это польский, да. Слушайте, много вы сегодня писали? Да. Молодец. Ну, я с тобой не писала. Молодец, умница. А, математика сегодня не будет. По математике, я думаю, вот этот фиолетовый. А тут-то расписание у тебя записано. Вот этот надо дать. Это дневник. Ну, и... А где записано время, расписание, на сколько завтра? Если в 11 часов, то на скольки там? А, вот тут вот написано. Я писала, как могла, пани диктовала. А, что надо на пластыке. А, на пластыке. Тут еще целый список, мне Лена записала. Ну, а часть я мам, а часть не мам. Ну, кажется, там три вещи или одну вещь я не мам. Ну, ладно. Так что вот. У нас началась школа, у меня началась работа, поэтому каждый занят своим делом. Страшная вообще для меня новость. Я реально не умею отдыхать. Вот, все известно, что надо менять дети. У меня обычно. Что надо устраивать силы. Это тренер. Что есть шампанат, короче, в реветрии. Что-то грубое нарушение вообще. Ой, девочка собирается в школу. Да? Пойдет с подружкой, которая в соседнем доме живет, да? Вы уже созвонились? Она выходит? Да, она только пейтон спокойная. А ты воду взяла? Да, я мам. Угу. А вот масочка лежит, смотри. Не знаю, я положила. Угу. Еще? Ага. Have a good day. Have a good day, па. Просто па. А телефон ты взяла? Да, мама. Все, пока-пока. Пока-пока. Это тоже класса Милена мальчики. Она сейчас за девочкой зайдет. Ребята, у нас потеплела. Хочу вам и сказать, градусов, наверное, 20. Милена сегодня пошла в школу. Милена сегодня пошла в школу всей своей бригадой. Их, по-моему, четверо человек было. И они пошли. Два мальчика, две девочки. Два ее одноклассника и девочка с параллельного класса. Руслан ушел на работу. Я сейчас ходила, мусор выкинула. Потому что вчера, знаете, там арбуз, в общем, всякое такое. А от рыбы эти, они же пахнут. Я выставила на балкон и закрыла окно. Думаю, ладно. Руслана поздно вечером вынесла. Поздно вечером не захотелось выносить. И уже сегодня солнце-то вышло. Мухи разлетались. И я смотрю, уже там зеленые мухи. Сейчас Руслана на работу проводила. И вместе с ним вышла. Мусор вынесла, представляете? И поднимаю пакеты. Там так все уже лужица такая. Я так все быстренько сифом помыла на балконе. Чтобы запаха не было и мух не привлекали. Ой, ветер дует. Ладно. У меня сегодня собеседование групповое с менеджерами. И еще будет руководитель на встрече. Поэтому я пошла готовиться. И мне просто вот нечем с вами поделиться. Поскольку сидела дома. Когда плохая погода, мы сидим дома. Куда еще ходить? Так что вот. Сейчас ходила к стоматологу. У меня опять этот ковалок выпал этого. А патрунку. Я ему позвонила. Он говорит, ну если пани там шибко-шибко сейчас придет. Потому что врача не было. Там была только ортодонт. Она там, ну у нее свои дела. И я пришла. Они мне опять сделали это. Но на 21 сентября у меня стоит запись к стоматологу. Поэтому все равно это все будут убирать. Но у меня просто кусок выпал. И знаете там, ну сразу дыра такая. Все пища туда попадает. Вчера у меня, по-моему, выпало. Я сегодня им сразу позвонила. И получается, что 3 сентября. Ровно 3 месяца, как я хожу с этим патрунком. И что я вам хочу сказать. У меня перестал болеть зуб. То есть он у меня болел. Было воспаление. Даже когда у меня был этот патрунок, он все равно у меня побаливал. И где-то, наверное, спустя месяц, вот месяц назад, он у меня перестал болеть. То есть то лекарство, значит, которое он мне клал, оно действительно действует. Видите как? А я-то думала, что не действует, не действует. Он ведь ни нерв ничего у меня не удалял. Он просто положил лекарство, которое снимает воспаление. Он сказал, что 3 месяца – это минимальный срок хождения с этим лекарством. То есть это вообще от 3 месяцев. И я поняла, что у меня перестало. Он снял мне воспаление. Что у меня зуб не болит. Так что такие дела. Я сейчас соберусь. И я, видите, я даже вот так ходила. Я как позвонила, он говорит, что они должны быстро прийти. И я сразу в чем была, в том и побежала. Напротив-то что? Пойду за Миленой в школу и увидимся позже. Сейчас ходила за Миленой. Предварительно заехала в Смокош. Я же там не была с момента того, когда ремонт делался. И я в общем купила здесь. Ребрышки. Руслан мне сказал. Бери ребрышки маленькие. Они должны быть такие вот. Небольшие. Если ребра большие, то беру с большой свиньи. Сейчас она же все знает. И взяла фарш говяжий и свиной. Соединю его и разделю на 2 раза. Котлеты пожарились. И значит. В общем. То, что я была сегодня у стоматолога. Мне делала еще другая пани. Она помоложе. Что я хочу сказать. Вот я чувствую разницу в работе докторов. Доктор, который работает со мной. Он такой деликатный. Я чувствую его вот эти деликатные руки. Потом другая пани была. Она мне тоже делала. Она тоже все очень аккуратно сделала. А это такое чувство. Она как у нее рука очень грубая. То есть она как будто мне так. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Вот так поделала мне. Понимаете? То есть я чувствовала ее руку. И мне вот было у нее вообще некомфортно. Я бы к ней никогда не пошла зубы лечить. Честно скажу. Она мне вообще. Ее энергия мне не понравилась. Так что вот. И я еще купила. В этот. Зачла рядом магазин. Взяла две бручки. Вот такие с творогом взяла. И какие грибочки взяла. Очень вкусные, кстати, с чаем. Похолодало же, знаете как. Арбуз уже не очень охота есть. А вот чая горячего с лимончиком бы с удовольствием. Правда у нас. Вот Руслан купил арбуз. Вот этот премиум. Дорогой который. Ну еще. Он какой-то вообще никакой. Несладкий, непонятный. У нас еще один тут стоит. Ну тут другой арбуз. Такой длинный, большой. Вот он хороший. Этот такой. Ладно. Все нормально в школе было? Да.